Самолеты авиакомпании Азимут теперь частые пташки на наших полосах. С аэропорта Красноярск стартовал первый рейс маршрута Красноярск-Уфа-Минеральные воды. Полеты по этому направлению Азимут будет выполнять по средам и воскресеньям. Первым двум пассажирам южного маршрута авиакомпания подарила сертификат на бесплатный перелет туда и обратно. На вопрос, что вы там в Уфе не видели, красноярцы отвечают, в нынешних реалиях просто рады посетить новый город. А достопримечательности гуглили заранее. Прочитала новость, что открывается новое направление в Уфу и Минеральные воды. Посмотрели цены, они оказались очень доступны. Мы решили сделать себе такой уикенд, полететь на три дня в Уфу, чтобы погулять, посмотреть город. Я обычно ничего не выигрываю в жизни. Я счастлива и до сих пор сложно поверить, что такое бывает. Вариантов, где отдохнуть у красноярцев немного, говорят туроператоры. Если на Байкал, в Москву или в Питер можно дикарями, то на юг России или в Абхазию сейчас сибиряки предпочитают лететь с сопровождением турагентств. А кто-то и вовсе отменяет или переносит отпуск. Для путешествий сейчас фатальные времена. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании ситуации в туристическом бизнесе форс-мажором. Поддержать отрасль просто необходимо. Тут и закрытое небо, и санкции, и отмена рейсов. А главное, туристы требуют вернуть деньги за путевки. Учитывая, что у авиаперевозчиков и агентств проблемы с бюджетами, процесс может затянуться. Обращаться в суд сейчас невыгодно будет никому, уверена генеральный директор туристической компании «Меридиан» Алена Грудякова. Потому что они понесут неоправданные расходы. В первую очередь, это связано с тем, что если они подают в суд и привлекают юриста, оплачивая деньги юристу, то в любом случае, так как есть официальный документ, который препарат имеет право получить в торгово-промышленной палате, потому что текущая ситуация форс-мажор, они откладываются во временном промежутке. Пока нет четких установленных сроков, на сколько они откладываются. Поэтому денежные средства, конечно же, будут либо возвращены, либо предложено перебронирование туров. Те, кто решился на отдых, кажется, смотрят в сторону Крыма. Представители санаториев, например, в Евпатории и Ялте, говорят, распродают последние номера на июнь. Цена проживания на двоих на неделю в среднем от 30 тысяч рублей. Без лечения. По сообщению Ростуризма, по сравнению с прошлым годом, крымский турпоток с мая по сентябрь будет выше на 30%. Еще варианты уехать на Балтийское побережье и к Каспийскому морю. Самый большой рост будет, конечно же, на юге России, на Черноморском побережье. Он составит примерно 30% показателем прошлого года. И суммарно мы рассчитываем, что на юге отдохнет 8 миллионов человек в пятимесячный сезон. Но это речь идет о классифицированных средствах размещения. Мы понимаем, что есть еще туристическое жилье, есть гостевые дома, поэтому эта цифра, конечно же, будет еще выше. В турагентствах Красноярска бронирование идет уже на сентябрь. Это Сочи, Минводы, Абхазия, Казань, Карелия, круизы по рекам и каналам России. В аэропорту Красноярска анонсируют рейсы аэрофлота с 7 апреля в Турцию, Египет, Армению, Израиль и Узбекистан из Сочи. В среднем перелет в одну сторону, например, до Анталии, обойдется в 14 тысяч. Летать туристы будут на суперджетах. Если для наших пассажиров, для красноярцев, то, грубо говоря, они смогут долететь до Сочи. И потом на российских самолетах, суперджетах, так как уникальная слета небольшая, они смогут ехать за границ. Боинги позволяют летать дальше, но Боинги у нас могут отобрать. Поэтому на Боингах мы туда сейчас не летаем. По поводу отмененных уже сейчас поездок в правительстве России будут отдельно обсуждать сроки возврата денег туристам. Анастасия Цыганова, Новости Прима.